Такая важная тема, метеозависимость называется Вот у молодого человека мне говорили Подожди, подожди Вот появится у тебя борода Тогда узнаешь Узнаешь, что такое метеозависимость Вот тогда тебя скрючит Скрючит тебя, распластает Ляжешь лицом вниз и скажешь Господи, ужасно, ужасно Эта погода меня доконала Что такое погода Вот в системе оздоровления человека Это макрокосм Это наши, мы микрокосм Погода макрокосм Это нормально, что микрокосм И макрокосм взаимодействуют Это очень трудно было бы Если бы погода на нас не действовала Просто трудно даже было бы объяснить Вот с точки зрения законов Того слоя, где мы живем Действуют Поэтому все мы метеозависимые Все Здесь две стороны, как и везде Дальше вторая сторона Вот смотрите, мы с этим С макрокосмом и с погодой Как одной из его ипостасей Мы можем что делать? Мы можем постоянно пикироваться И второе Мы можем сотрудничать Плохая погода Плохая погода А погода считает, что она плохая? Ты считаешь, что погода плохая? Как только ты сказал, что погода плохая А вот у меня Ну очень много знакомых людей Которые Все лето Жалуются Либо на летнюю жару Либо на то, что лето холодное То есть вот Лето не бывает нормальным Для этой категории людей Это либо слишком жаркое лето Либо слишком холодное И дождит Зима тоже У них нормальная не бывает Это зима Значит, она либо Холодная Просто вот постоянно люди жалуются на холод Холодно им холодно Второе Значит, зима стала теплая И не так сильно промерзает, как бы надо Понимаете? То есть не бывает вообще Никакой погоды для этой категории Наших любимых людей Пациентов хорошие На любую погоду можно пожаловаться Понимаете? Все Что значит, что ты жалуешься на погоду? Даже не важно Ты жалуешься соседке По телефону дочери Или ты в комментариях написал Под видео Или ты просто мастер год На консультации сказал Не важно, что ты пожаловался Важно, что ты сам находишься С погодой в дисбалансе И эти люди нам говорят Да, вот вы не верите нам Действительно, ну Влияет погода Вот смотрите Сегодня погода стабильная И у меня давление нормальное А вчера погода была нестабильная Видите, какое у меня давление ненормальное А вот завтра, говорят они Завтра опять будет давление у меня Потому что я посмотрел прогноз погоды Нестабильная будет У меня будет давление Пришло завтра Звонишь, спрашиваешь, узнаешь Человек говорит Да, было ненормальное давление у меня Погода, правда, была нормальная Прогноз не состоялся Погода была нормальная Но я весь день ждал вот этого прогноза Ждал, когда погода испортится Она не испортилась Я себе давление накрутил на этом С погодой надо сотрудничать Якая сила, которая очень многими процессами В нашем организме руководит Помните, мы с вами говорили, что есть ум Инстинктивный, который нас лечит Который занимается вообще всем нашим здоровьем Вот он, ему очень важно Он взаимодействует с погодой Он в погоде берет определенные качества Это разные качества Сейчас мы не будем их, не сможем даже все перечислить А кто с погодой не сотрудничает? Правильно Наш двигательный ум Наши представления о мире Которые, как мы уже сами говорили Не имеют ничего общего с тем, что в мире происходит Это наш такой срез Вот мы представляем себе Как оно должно быть Вот должна быть погода идеальная Чтобы никаких не было перепадов в ней Ни жара, ни холода Не приведи, Господи, дождя Не приведи, Господи, какого-то урагана Чтобы не было перепадов в дали Вот мы представляем себе некую идеальную погоду Кто отвечает за этот идеал? Наш двигательный ум Он нарисовал некий несуществимый образ И дальше Все, что под этот образ не подходит А под него будет практически все не подходить Все будет квалифицировать как что? Как плохое Плохое Понимаете? А как можно по-другому? У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать Помните это? Помните это знаменитое? Вот это правильная настройка У природы нет плохой погоды У тебя она есть В тебе она есть Понимаете? Любое качество Мне сейчас скажут Ну как вот Допустим Вот перепад Вот резкий перепад Как вот это качество Как вот это качество Я могу принять Как я могу его использовать Пример привожу Знаете, да Есть такие аттракционы Там называется Американские горки Посмотрите там На людей Которые стоят в кассу Платят деньги Там их трясет Так на этих горках Там такие перепады Они платят деньги Идут на американскую горку А кто-то говорит Меня туда Вот Мне заплати Я туда не полезу От чего это зависит Сейчас мне скажут От возраста Ну не только от возраста Потому что смотрите Если мы скажем Что от возраста То мы тогда В том возрасте Важном для нас В пожилом возрасте Отнимем у себя Вот эти качества Детскости Помните мы говорили Качество восхищения Качество новизны Если мы Вот в том возрасте Эти качества у себя Не отнимаем То мы тогда Делаем алхимическую Реакцию Внутри Своего организма И получаем Вторую И третью молодость А если отнимаем их Своим двигательным Умным умом Который отвечает За копирование И поддержание Неких стереотипов Вот отнимаем У себя это И тогда Мы Стареем На глазах И нашу старость Уже не остановить ничем И в том числе Любой перепад Нами будет Восприниматься Как зло И как зло На нас действовать Понимаете И восприниматься И действовать Любой перепад Возьмите Он может быть во зло Может быть во благо Помните как мы говорили Немножко встряхни себя Перед сном И лучше уснешь Потряси кефир В бутылке кефира И будет вкуснее Со всем этим Нужно работать Поэтому Метеозависимость Смотрите Это либо Отмаза Любим наши болезни Да Есть люди которые Ну просто Любят свои болезни Не готовы с ними Расстаться Ни за какие деньги Ни за какие блага И метеозависимость Это поддерживает Их вот в этом Состоянии Или ты С метеозависимостью Работаешь Для тех Кто Сейчас скажет Ничего не понял Что мастер год сказал Смотрите Метеозависимость Допустим Человек говорит У меня повышенная Метеозависимость Вот Что это дословно Означает Если он Не накручивает И если он Не обманывает Прежде всего Самого себя О чем Что такое Повышенная Метеозависимость Это значит Что человек Вот на эту Связку Микрокосм Макрокосм Экстрасенсорно Настроен В гораздо Большей степени Чем другие люди Да Гораздо Это экстрасенсорика Это значит Что человеку Много Дано Человеку Метеозависимому Много Дано Просто Проблема В том Что вот Он Этот дар Использует Не по назначению Что такое Повышенная Метеозависимость Это человек Очень быстро Правильно Я же не вру Очень быстро Подмечает Изменения В окружающей среде Изменения В погоде Другие люди Еще об этом А он уже Он уже это почувствовал Он уже у меня Кости ломит Он говорит Вы ничего не чувствуете А у меня уже кости ломит Понимаете Человеку очень много Дано Это дар Ему дано Предвидение Дар Предвидение Предчувствование Вот этот дар Можно использовать Во благо себе И во благо другим людям А человек Дар Использует Против себя А вот вопрос Как использовать Этот дар Это другой уже вопрос Мы можем Лишь сказать Отнеситесь к этому Как к дару А не как К проклятию Но согласитесь Да Что метеозависимые люди Этого дара Не просто не считают И даже не предполагают Что это дар Они считают Что это их проклятие такое Наградил их Господь таким проклятием Они метеочувствительные А другие Вот такие толстокожие А они вот такие Вот несчастные Прозрачнокожие Понимаете Как дар Сначала Как мы говорим Принять какую-то идею Можно только Интеллектуально Потом Начать В своей жизни Смотреть Невозможно За одну секунду И принять Идею И сразу Узнать Все Как делать По пунктам Сначала Принять Идею Что метеозависимость Это дар Дар Взаимодействие С большим С большим С гораздо большим Чем человек И его жизнь И его продолжительность Жизни И вот Когда ты понял Что это дар Ты начинаешь Рассматривать А как Этот дар Можно Применять Понимаете Дар Это боль Кто не знает Сообщаю Любой дар Можно воспринимать Как боль Чем сильнее дар Тем сильнее Мощнее И острее Боль Связанная С даром Но Если ты Только через болевое Все воспринимаешь Да То ты Будешь страдать Будешь страдать Боль Это маркер Маркер Какого-то процесса Неизвестного нам Недоступного нам Пока Процесса Который Ты можешь Раскодировать И можешь В этом процессе Начать участвовать А потом Этот процесс Может даже Нести тебя Подобно тому Как течение Несет лодку Понимаете О чем я говорю Если не понимаете Тоже не страшно Тоже не страшно Не понять Это тоже не страшно Есть гораздо Худшие вещи Чем не понять Если ты что-то Не понял Это начало Процесса Познания Любим вас На канале Мастер Го Простите Что Тему Метеозависимости Мы Лишь Обозначили Мы Обязательно Продолжим Если Вам Понравилось И Вы хотите Чтобы на канале Мастер Го Эта тема Звучала Просто Поставьте Лайк Под этим Видеом Мастер Мастер Го Мастер Го О Продолжение следует...